Поселок Домбай расположен в сердце прекрасных гор. И здесь есть маршруты различной категории сложности. На праздник, посвященный столетию отечественного альпинизма, съехались легенды этого вида спорта. Очень приятно, что мы вместе собрались в этом дорогом для нас и всего старшего поколения альпинистов месте Домбае, говорили на мероприятии. Подумать только 100 лет назад. И 100 лет назад все это начиналось здесь, в Домбае, с приезда Федердинанта Лозовича Кроффа, вместе с австрийскими альпинистами, которые бежали от фашизма, вот они создавали все это здесь, показывали, как и что у нас здесь нужно делать, как чему учить. Ну это условная дата, потому что альпинизм, даже отечественный, был еще раньше, представляю батюшку, было русское горное общество. И он развивался месяц со всей страной и никак от нее не мог оторваться. Значит, первый ведущий наш, можно сказать, линия в альпинизме Крыльенко был расстрелян, был кулк личности на Балакова, все как у людей, как и во всей стране. А сейчас разбиваемся, как на западе. У кого есть деньги, тот ходит в горы. И дай Бог, чтобы у вас у всех были деньги, было желание. А горы, они как стояли, так и стоят, и будут стоять. Так что успехов вам и дальнейших восхождения. Знаменитый альпинист Николай Дмитриевич Черный, обладатель титула «Снежный барс». Руководитель российской гималайской экспедиции в 2001 году, который взошел на последний непокоренный восьмитысячник планеты вершину Лхозы Среднюю. А еще он главный тренер сборной России по альпинизму, совершивший в 2007 году восхождение на Ка-2 по ранее непревзойденной западной стене, самому сложному маршруту на вторую по высоте вершину мира. А свой путь в альпинизме Николай Черный начал в Донбайе. Первый раз в Донбайе вы когда были? Первый раз в 1957 году. Вот на этом месте были покоши, сено косили. Была только белолакая, вы, может, видели, шикарный деревянный дом, но он, к сожалению, сгорел. А вот этого ничего не было, были покоши, стояли стога, все было хорошо. Расскажите, пожалуйста, вот альпинизм, когда он вас увлек, и что для вас значит альпинизм? Ну вот как раз в 1957 году я закончил первый курс Московского энергетического института. И однокашник говорит, слушай, путевки есть туристические. Тиберда-Донбай, 7 рублей стоимость путевки, билет стоил 20 рублей. И мы поехали. Мы, собственно, никаким альпинизмом не занимались, но обычная туристическая группа. Мальчики, девочки, все замечательно, природа, горы, и мне это очень понравилось. И по осени я записался в альпсекцию, и мы, такая была, она и сейчас есть. И вот с тех пор, значит, так к этим горам и прилип. Здесь вырос до первого разряда, поэтому я тут практически все прошел. Малый Донбай, вон, по четверке, по двойке. Главный Донбай, Южный Донбай, Южный Птиш, Главный Птиш, Пик и Невод, видно. Вот там узловой Аманауш, ну, Семенова и Сулахат по несколько раз. Я тут потом уже инструктором работал в Алибеке. Все было в Алибеке. Сейчас, к сожалению, там лагеря нет, но место прекрасное. Главное, оно немножко в стороне, там так потише. Нет такого наплыва. Николай Дмитриевич, а скажите, вот вершина какая ваша здесь любимая, если можно так выделить? Самая красивая вот Пик и Невод, вот она. Ну, она несложная, это двойка. А так вот Траверс Донбай, это вот первая пятерка, которую я тут прошел. Ну, это категория сложности, вы понимаете. Там вторая, третья, пятая, четвертая. Донбай привлекательнее чем для альпинистов, скажите? Прекрасной природой. Город тут не самый сложный, но природа, дух замечательный. Расскажите нам, пожалуйста, Николай Дмитриевич, вот какие вершины вы покоряли вообще? Да много, но, значит, грубо говоря так, если семь восхождений на восьмитысячник, дважды на Эверест, и где-то тридцать на семитысячник восхождений. Много чего ходил. Ну, я, значит, вот кончил институт, семнадцать лет отработал инженером, потом был замдиректора международных лагерей на Памире в основном. Ну, и там вот, ну, пик коммунизма, я ходил восемь раз. Это работа. Альпинизм – это состояние души? Что для вас альпинизм? Да все вместе. И состояние души, и работа потом стало. Заодно с хобби. Образ жизни, я бы так сказал. Вы поднимаетесь на вершину, ощущения какие переполняют человека? Ой, это сложный вопрос, и на него нет ответа, значит. Смотря какая вершина, и что ты делаешь. Если я захожу на сафружу с отделением новичков, это работа. Я пришел, пересчитал, все здоровы, никто не кашляет. Когда сами для души? А когда сам для души, ну, самое разное, значит. Есть вершина, на которую, вот на Эверест я зашел с четвертого раза. Вот тут уже чувство достигнутой цели, несомненно. Это не везло просто. Я просто пытаюсь понять, вот почему так затягивает альпинистов, и они… Наркомания. Наркомания. Еще один участник мероприятия – Владимир Шатаев, советский и российский альпинист. Автор книги «Категория трудности». Я посетил и совершил восхождение – это Семенов Баши, Солахат, Ирцок, Малый Дамбай, Птыш, Сафроджу, Зуб Сафроджу, Абанаус по маршруту шестой категории сложности. Ну и очень до сих пор памятно, когда я попал в землетрясение, которое было в 1963 году, почти 7 баллов. Горы практически тогда изменились полностью. Мы были на самом восхождении, на Дамбай-Ульген, по маршруту высшей категории сложности. Ну и удачно удалось, так сказать, пережить. Все горы тогда очень изменились. С какой вершины самый прекрасный пейзаж в Дамбай, на ваш взгляд? А по-моему, со всех вершин прекрасный. Горы смотрятся великолепно, не только сверху, но и снизу, если позволяет возможность до горизонта. Там видно зато с вершины. Восхождение на какие вершины вы еще совершали вообще на планете? О, это, если по странам говорить, где-то 35 стран, почти всех континентов, кроме Антарктиды, высшей точки. То есть Австралия, Африка, Европа, Азия, Южная Америка, Северная Америка, все высшие точки. Ну и Эверест тоже. В 1995 году я оказался вторым человеком в мире по возрасту в то время, зашедшим на Эверест. Мне было тогда 58 лет. Впечатления какие на вершине Эвереста? А там на вершине скорее быстрее спуститься. Там уже не думаешь о красотах. Тем более мы вышли поздно вечером, в 6 часов вечера, и повезло с погодой, и луна светила. Поэтому мы на 8300 спустились практически ночью. А вот альпинизм – это что? Это состояние души? Для вас это что? Да, я вся жизнь. Ну сколько? Я уже с 22 года впервые попал в горы, и до сих пор, можно сказать, нахожусь в горах. Это более 60 лет. Это и здоровье, и все, что хотите. Ну, мне сейчас 86 всего лет. Так что все впереди. В 80 лет я совершил восхождение на Эльбрус, но остальные немножко поменьше, как говорится, вершины в дальнейшем. Ну, здоровье все же не очень хорошее. Основатель проекта «Связки», председатель горной комиссии Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества, один из организаторов фестиваля. Я хочу пожелать всем, кто ходит в горы, видеть в них не только разряды, не только цифры, высот и значения категорий, а обращать внимание на совершенно потрясающую красоту, видеть в названиях, в топонимике, замечать нашу историю. Альпинизм – это горный вид спорта. Для людей, которые привыкли достигать не только горных вершин, но и жизненных, говорит доктор географических наук Вячеслав Онищенко. Мне часто приходилось встречаться с альпинистами. Это были в основном ученые. В Москве я останавливался у одного из альпинистов, основателя Домбайского траверса Макарова. У Макара Владимирович я у него останавливался. Когда я приезжал, и мы говорили об альпинизме, этот человек оживал. Этот человек расцветал. У него горели глаза, и он показывал свои регалии, свои достижения. Он показывал фотографии 30-х годов, еще до военных времен покорения Домбая. Домбай, конечно, сейчас уже со временем он приобрел совершенно другой облик. Тогда это был музей на природе. Здесь были альпинистские, только альпинистские лагеря. Это Красная звезда, Солнечная долина и Алибек. Мы, будучи еще детьми, бегали сюда для того, чтобы скупаться в бассейнах. И альпинисты, несмотря на то, что там вывеска была посторонним, купаться запрещено. Они очень тепло нас встречали и всегда как бы содействовали тому, чтобы мы покупались и потом вернулись домой. Я помню имена таких альпинистов наших, местных ребят, Магомедова, Хаджи Мурада. Затем Навруза Хубиева, Акбаева, которые внесли в свой определенный класс развития нашего регионального альпинизма. Это очень добрые ребята такие. Но чувствуется, что это люди, а не особой закалки. Сто лет отечественному альпинизму – это великая дата. Особенно для людей, которые любят и очень уважительно относятся к горам. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Алладинаева, Алибастанов, Вести, Карачева, Черкесия, Домбай.